Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кидаем... Отбиваем... Кидаем... Также здесь берем просто и кидаем... Все, все, сложного, что сложного? Правильно, ничего... Надо... Взять вот это... А теперь валим... Так, пока... Подожди, я кнопки сейчас буду вспоминать, потому что я довольно давно не играл, я уже забыл все... Ага, минус 1... Да ладно... Я немного слупил... Ну не зрякишь? Ну не зрякишь? Ага... Я пытался сократить дорогу... Бац, 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 бац и бац... Стоять... Стоять... Ничего тут нету... Как-то... Как-то она... Долго это дело... Давай, 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 давай... А, подожди, мне наверх надо... Что у нас по карте, нихера? А, подожди... Открывай... Посрать... Я понял А наверх типа нельзя было подняться Либо что, я не понимаю Забейте, она тупая Она не может нормально Спасибо Забейте, она не бегала Она не бегала, я пытался побежать вправо Она не бежала вправо Значит суицид Я думал, она снова упадет А мне не было сказано Куда идти Там проход был Уши, уши Почему она не убила в прыжке сразу Давай быстрее залазь Ну в чем проблема Стоп, это ящик Тут вообще и были ящики Я что-то вот этого момента не уловил А, тут нету сундуков Иди в пизду Отпустите меня, я ни в чем не виноват Я теперь не мог прыгнуть Хотеть сказать Давай, давай, давай Прыгаем, прыгаем, прыгаем Хоп, мое Ну да Я не понимаю вообще, как здесь Возможно ли за 6 минут Это все сделать Действие завершено Просто с тягом От юплеер Да ладно, я почти выполнил за... Ммм, не молодец Почти сверхбыстрый выполнял Но если бы она не утупила там в какие-то моменты Увеличен урон Увеличит урон от всех Атак Шауди Это очень неплохо Ну блин, понимать довольно сложно Не получить херовые оценки Я клинок, что скрыт во тьме Моя добыча Джан Юн Я подкрадусь к нему в тенях Мой удар будет молниеносным Никто не остановит меня Все тигры мертвы Остался только ты Я заберу у тебя то, что ты присвоил Мою шкатулку И мою страну Теперь ты хочешь помочь Алтанхану и монгольской армии Преодолеть Великую Стену Ты позволишь этим варварам Захватить нашу страну Лишь бы только не потерять власть Им не прорваться за стену Им не добраться до Китая Я остановлю их А потом Приду за тобой Окей Предательство 1532 год Великая Стена Шао Цзюнь победила тигров Однако Джан Юн все еще жив Прежде чем отправиться за лидером тигров Необходимо предотвратить Исполнение его Безумного замысла Монголы под предводительством Алтанхана Не должны превратить Прорваться в Китай Через Великую Стену Нужно отыскать Три острых Заставы А сторожевые заставы И открыть ворота Перед монгольскими войсками Окей Примерно мы поняли Так, сейчас мы будем все это делать Читать Сколько сундуков Четыре сундука Ничего себе Всегда по два было Очки синхронизации Три очка синхронизации Думаю, эта серия будет очень долгой Поэтому Запасайтесь Люди Так, дюзи... Тюдзей был он Тюдзей по прозвищу Демон Тамплиер Состоящий в группе Евнухов Называющий себя Тиграми Знаменит своей Жестокостью И боевым Мастерцом Он получил Своего Прозвище За чудовищные Деяния Которые совершил В Шэнзи Где под руководством Джан Юна Он поднял Целый деревень На бой С мятежниками Во время восстания Принца Эньхуа Тюдзей Воруженный Тяжелым молотом Весьма Опасный Противник Ну Четыре люстры Так сказать Ему преградили путь Алтан Хан 1507 1582 Год Одаренный Монгольский Полководец Потом Знаменитого Хана Хубилая Именно он Установил связь Между монголами И тибетскими Буддистами Кроме того Он стал первым Монгольским Полководством Который удалось Прорваться За великую Китайскую стену То есть он уже Прорвался Если верить Да В 1529 Году Армия Алтан Хана Начал совершать Регулярные Набиги На китайской Территории Монголы Грабили деревни И похищались Год позже Алтан Хан Удалось Дойти До самого Пекина Города Город Был Осажден И Передан Огнем Окей Места Великая Китайская Стена Великая Китайская Стена Предлагает Вдоль Северной Части Исторической Границы Китая Ее длина Составляет 8850 Км Различные Секции Этого Титанического Сооружения Были возведены В разные Времена И при разных Властителях Но основная Часть Стены Была построена Во время Правления Династии Мин Сегодня Великая Китайская Стена Одна из Наиболее Знаменитых Туристических Объектов В мире Невероятные Размеры Конструкции А также Огромные Усилия Приложенные К ее Созданию Позволили Назвать Великую Стену Одной Из величайших Архитектур Сооружения В истории Человечества В основе Сооружения Из земля Дерево Камень И кирпичные Кладки На протяжении Веков Стену Много раз Перестраивали Улучшали И ремонтировали Самая старая Часть Конструкции Была построена В третьем Веке До нашей Эры До нашей Эры По приказу Императора Цинь Шуанди Завоевавшего Владения Соседей И Соседей И оставшая Первую Китайскую Империю Так Хорошо Документы Да У нас Еще Остались Воспоминание Шао Цюнь Вот Я добралась До великой Стены А значит И до Чжан Юна Мастера Тигров Похоже Не в своем Уме Не в своем Уме Он хотел Отдать Наши земли Варварам Он не только Открыл Для них Ворота Но и Выдал Наши военные Тайны Вражеским Шпионам Но к своим Генералам Они уже Не вернулись Окей Так Давайте начнем Сразу с карты Отсюда Первый Генетический Предмет По тому же Виденном ДНК Да Блин Но вот Мне прикалывает То что Меня по-любому Увидят Как я понимаю Увидят Труп Посрать Ага Монгольский Убийство Монгольских Шпионов Здорово Спутает Планы Жан-Юна Возможно Ты Справа Монгольский Шпион Та-та-та-та Это Разведчик Отражает Фронтальные Удары И умеет Проводить Захваты Плохо У нас История Не про Монголов Да Поэтому Ничего Не будем Рассказывать Какой Черт Я Лучше Сдохну Потому Что Какого Черт Так Все Быстро Произошло А Нихера Себе Под Номеруйте Хотя Бо Я Не знаю И Убийство Монгольских Шпионов Здорово Спутает Планы Жан-Юна Вопрос Просто Есть ли Смысл Мне А Мне Нужно Оказываться На ту Сторон Это На этой Местер Не Обязательно Быть Тогда Давайте Чтобы Получить Хорошие Данные Мы Сразу Туда Перейдем Все Золото Получено Все Главное Чтобы Ворота Были Открыты Да 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 Понял Будем Держать Открыты Все Будет Окей Не Волнуйтесь А так У меня Убить Шпионов Это Еще Долг Задание Ну что Поехали Свиток 15 Отношения Эйцо И Шао Дюнь Были Достаточно Напряженные Глядя На нее На нее Он вспоминал Себя В молодости А также Спыльчивость Мстительность И Предать Преданность Делу Братству Они То и дело Заводили Заводили Но В конечном Итоге Им пришлось Сражаться Бок о бок Потому что Агенты Тамлиеры Последовали За Шао Дюнь В Тоскану Эйцо Был Вынужден Признать Что ему Не удастся Отделиться От девушки И он Согласился Поделиться С ней Своими Опытом И мудростью Мастер Ассасин Поразил Боевые навыки Новые Ученицы И он Научил ее Некоторым Хитростям Ведение Боя Когда Шао Цзюнь Собралась Обратно В Китай Он дал Ей Своё Богословение И подарил Таинственную Деревянную Шкатулку Которую Девушка Должна Была Открыть Только Если Собьется С пути Что именно Хранится В этой Шкатулке Шао Цзюнь Не знала Понятно Так Как там На П Да Да На П Не знаю Попытаюсь Все-таки Немножечко Так сказать Скорректировать Разделить На две серии Есть Чем бы его отвлечь Чем бы его отвлечь Ну в принципе Я знаю Чем его можно отвлечь Но нужно будет Потом позаботиться О Остальных Ну давайте Позаботимся Где мои Шумовые Дротики О Тихо Что это А то есть Они тоже Не услышали Нет Нет Быстрее Двигайся Фух Пронесло Слишком Много Нужно Дротиков Этих Использовать Как Это Как Дротиков 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 Ну типа здесь Немножко Попроще Будет Но все равно Нужно Будет Еще Дротики Использовать Я мог бы Просто Всех Поперерезать Здесь Здесь Нет Дротиков Сука я просто не знаю как я бы с этим ассасином справился а смотрите наверх можно подняться и не тут убивай начнем снова по новой так какие расследования пошло также не сони перешли в обычный режим а что ему он все равно не видит тела какая ему разница после следующего я бегу на него все отлично а у меня шкала уже полная нахер а мне шумовый если у меня есть звуковые дротики я открыл карту так подожди здесь немножко нужно мне разобраться ну типа допустим окей здесь я попытаюсь как-то а подожди там же дверь открывается когда я вообще ни хера не понимаю а тут эти будут на меня убегать это еще не у меня есть план хотя это очень хороший план блин у меня только одна такая херя вот какого черта услышали мне убиваете либо мне легче просто нажимать с контрольной точки я не знаю короче звуковым дротиком мы просто обманываем челика но нужно близко к вот этому подойти который щитом я в шоке как меня вообще не услышали хотя меня заметили говорят мастер джао юнь лично следить за всеми за разговор я мог бы быстро пробежать наверх убить нижнего и убить вот этих всех в принципе да смотрите сейчас попробуем а подождите то есть я могу и вниз пойти и там пускай убивает музыка мне кажется сейчас они в дожди у меня золотая медаль кожи получена поэтому я Я начну отсюда, с коврика. Ладно, заметил, но не убил. Ясно. Ну, блин, он заметил, то есть он не тревогу, ничего такого не поднял. Поэтому в какой-то степени посрать даже. Так, вниз, вниз, вниз. Там я получу фейерверк. О, сурикены. Найдз. И как раз их дали довольно много мне. Так, монгольских щеликов я, смотрю, больше не вижу. Не встречал, по-моему, нигде. Надо закрыть ворота. Нельзя пускать монголов сюда. Так, а теперь немножечко понять, что мне делать. И все. Все. Итак, монгольских шпионов. Подожди. Ну, а не, здесь нет монгольского шпиона. Есть. Есть. А почему мне показывают, что монгольский шпион где-то здесь? Но он один был. И я одного и убил. Ну, я смотрю, что внизу еще что-то было. Может, по низу можно было пойти? Ну, я смотрю. Сука, опять тревогу подняли. Ну, какого черта я успел нажать? Тихо. Главное, чтобы он в эту сторону не пошел. Так, отлично. Теперь нам нужно наверх подняться. Ну, давайте, я думаю, я здесь с вами остановлюсь. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok